Дорогие друзья! Давайте вместе вспомним, какие фильмы есть о столице Поморья, а также в каких федеральных картинах снялись актеры из Архангельской области. Максимка Советский цветной художественный фильм, снятый по мотивам одноименного рассказа из сборника «Морские рассказы» Константина Станиковича, а также его повести «Вокруг света на коршуне». Вышел на экраны 10 февраля 1953 года. Главную роль в фильме сыграл ученик 77-й школы Архангельска Анатолий Бавыкин. В фильме рассказывается о том, как матросы русского корабля «Богатырь» спасли после шторма негритянского мальчика с потонувшей пиратской шхуны. Они отогрели не только его тело, но и затравленную душу. Вместе с твориком в картине блестяще сыграли такие знаменитые актеры, как Борис Андреев, Марк Бернес, Николай Крючков, Вячеслав Тихонов, Михаил Пуговкин. «Распутин» – исторический фильм совместного производства России и Франции, премьерный показ которого состоялся во Франции 25 декабря 2011 года. Действие фильма происходит в 1916 году, во время Первой мировой войны. Фильм посвящен последнему году жизни Григория Распутина, его взаимоотношениям с семьей последнего русского императора Николая II. Съемки проходили в Царском селе, Санкт-Петербурге и Малых Карелах Архангельской области. Кадры о последних днях жизни Распутина снимали в музее Малой Карелы, и Архангельская область в фильме изображала Сибирь. «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Конечно же, этот список не был бы полным без этого драматического фильма 2014 года. Режиссер Андрей Кончаловский завершил им трилогию о российской глубинке. Он вошел с проектом в конкурсную программу 71-го Венецианского кинофестиваля и получил главный режиссерский приз «Серебряный лев». А в январе 2015 года Андрей Кончаловский был награжден премией «Золотой орел» за лучший сценарий. Съемки проходили в Плесецком районе Архангельской области, в Кинозерском национальном парке, на местах реальных событий, что происходит с главным героем каждый день. Большинство ролей исполнили местные жители, благодаря чему фильм обрел эффект документальности. До сих пор Плесецкий подширлен Трепицын делится своим уникальным опытом. «Бой с тенью». Елена Панова, дочь руководителя Архангельского молодежного театра Виктора Панова, снялась в ряде картин, одна из которых – популярная криминальная драма Алексея Сидорова «Бой с тенью» 2005 года. Через год после выпуска фильм номинировался на премию MTV в десяти категориях, одна из которых – лучшая женская роль, которую исполнила наша землячка. Популярность актрисе также принесла роль Галины Жгут в телесериале Александра Митты «Граница. Таежный роман». 2000 год. «Елки». В конце 2017 года в кинотеатрах России показали новую часть фильма «Елки». В этой комедии снялся наш земляк – актер Даниил Вахрушев, уроженец Архангельской области. Даниил Вахрушев родился в городе Котлас, познакомился с Дмитрием Нагиевым еще на съемочной площадке сериала «Физрук». И уже который год они работают вместе. Кстати, о том, как прошли съемки фильма, вы можете прочитать в тексте «Нагиев – добрый гопник. Актер из поморья снялся в «Новых елках» вместе с «Физруком». «Хождение по мукам» – это многосерийный художественный фильм Константина Худякова по мотивам одноименной эпопеи советского писателя Алексея Толстого. Фильм 2017 года. Часть его сняли в Архангельске на пароходе «Гоголь». «Северная двина» в сериале «Стала Волгой». В кадре «Весна 1914 года» и пароход на «Волге». Для съемок активно ищут капитана, матросов и пассажиров парохода разного возраста и фактуры, а также пианиста солидного возраста, но свободно владеющего инструментом. Мужчинам на все роли особое пожелание – быть с усами и бородой. Кстати, сайт 29.ru писал о кастинге для северян, которые хотят попасть в кино. «Мороженые песни» – это фильм режиссера Натальи Голышевой, уроженки Архангельской области, которая сейчас живет в Лондоне. Картину показывали в Архангельске на фестивале «Берегиня». Сейчас автор живет в Англии. В декабре 2013 года Наталья приехала на родину, чтобы снять игровую короткометражку на фоне русского севера. Английский актер Карл Преккоп сыграл главную роль в этом фильме и побывал в России на премьере. «Курочка ряба» – это художественный фильм Андрея Кончаловского 1994 года, действие которого происходит в российской глубинке. Героиня фильма живет в глухой русской провинции, зарабатывая на продаже яиц и самогона. Деревня начинает переживать капиталистический бум. Толпа начинает ненавидеть односельчанина-предпринимателя. Наш земляк Евгений Шкаев, актер и заведующий постановочной частью Архангельского молодежного театра Виктора Панова, снялся в эпизодической роли. В фильме он играет водителя. Его машина падает с моста, сваю которого подпилили местные жители. Кстати, после «Курочки рябы» артист пробовался на главную роль фильма «Орел и решка» Георгия Данелия. «Черный ворон» В основу сценария 2001 года сериала лег популярный роман-трилогия Дмитрия Вересова «Черный ворон», «Гнездо ворона», «Полет ворона». «Черный ворон» – это эпическая история со сквозным сюжетом, охватывающая более полувека, от 1950-х годов до наших дней. Речь в ней идет о судьбе двух женщин, носящих одно имя – Татьяна, и рожденных от одного отца. Татьяна Захаржевская и Татьяна Приблудова-Ларина. Незнакомы с друг другом и не подозревают о своем родстве. В итоге девушки узнают друг друга. Аэропорт с надписью «Архангельск» попал в ленту этого сериала на 46-й серии. По сюжету героиня Таня Захаржевская приезжает в Архангельск. Михайло Ломоносов Это один из первых фильмов, который сняли в Архангельске. Картина вышла в 1955 году. Режиссер Александр Иванов. Нашего земляка Михаила Васильевича сыграл Борис Ливанов. А архиепископа Сергей Плотников – уроженец Архангельской области. Сюжет всем нам хорошо знаком. 1741 год. 30-летний Михаил Ломоносов возвращается на родину после нескольких лет учебы в Германии. Начинается многолетняя борьба за развитие русской науки, за создание научных центров в Санкт-Петербурге и Москве. И прежде всего, за открытие Московского университета. «Мятный пряник». Работа над ним началась в октябре 2017 года в Устьянской глубинке. Фильм вышел в свет в феврале 2021 года. Эта картина осложена в судьбе воспитанников детского дома. Роли исполняют популярные кинозвезды Юрий Назаров, Инна Чурикова, Елена Яковлева, Ольга Хохлова, Алиса Гребенщикова, Иван Кокорин, режиссер и продюсер картины Андрей Карасов. В устьянских съемках приняли участие актеры Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска. Вот такой получилась подборка фильмов, снятых в Архангельске и Архангельской области с участием наших актеров и звезд кино. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok